Как можно пройти мимо своей судьбы, не узнав ее? Жизнь эта четкий, составленный из мелких невзгод, и философ, смеясь, перебирает их. Нужда и нищета – синонимы, между которыми целая пропасть. Как легко ошибиться, если судишь о других по себе. Когда человек трудится над осуществлением какой-то заветной мысли, это придает усилиям его духа и тела мощь и благородство. Иногда сказать можно многое, а порою ничего. Ведь у одних счастье бывает многословным, а у других – молчаливым. У каждой женщины, даже заурядной, но искренне любящей, любовь несовместима с унижением, ибо истинная любовь тоже честолюбива. Больным сердцам милые потемки, ибо они населяют их призраками. Счастье из самых злых превращает в добрых. Опасности издали иногда пугает сильнее, чем вблизи. Бывают трагедии, которые люди постигают чувства, но не могут охватить разум. И тогда величайший поэт – тот, у кого вырвется самый страстный и самый искренний крик. Этот крик заменяет толпе целую повесть. И она права, что довольствуется им, и еще более права, если признает его совершенным, когда в ней звучит истина. «Женщины изменчивы», – сказал Франциск Первый. «Женщина подобна воле», – сказал Шекспир. «Один был великий король, другой – великий поэт. И уж, наверное, они оба хорошо знали женскую природу». Она забивала свою голову, чтобы не слышать того, чем было полно ее сердца. В жизни самая важная – смерть. Что такое чудо? То, чего мы не понимаем. Что всего желания – то, что недосягаемо. Всем известно, что у пьяных и влюбленных есть свой ангел-хранитель. Ведь письмо – это летящая стрела. Известно, откуда она направлена, откуда она пущена, но неведомо, где она упадет и кого настигнет. «Горе имеет свои права, ничто не может быть целомудреннее слез». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok